Sustainability. Тренд на осознанность. Паблик ток. Мы начинаем. Всем приглашаем на стрит-фэшн. Мы начинаем паблик ток. Спасибо. Добрый день. Я думаю, что мы, наверное, обращаемся в этом векторе. Всем добрый день. Спасибо, что вы здесь. И, как я понимаю, вы здесь, потому что тема ответственного потребления и экоответственности модной индустрии вас интересует не меньше, чем нас с Александрой. И мы сегодня имеем возможность с вами вместе ее обсудить и рассказать, поделиться с вами то, что мы думаем на эту тему, пригласить кого-нибудь из присутствующих людей поучаствовать вместе с нами в этом диалоге. И я надеюсь, что какие-то мысли после этой нашей встречи у вас тоже появятся, потому что мы с Александром видим свою миссию, почему мы здесь сегодня в том, чтобы сказать, что тема экологической ответственности это одна из самых важных тем в современной повестке модной индустрии. И только что мы обсудили, если раньше индустрия работала на сокращение цикла жизни одежды, то сейчас пришло время, когда мода начинает работать, колесо начинает откручиваться в обратную сторону, когда мы начинаем говорить об удлинении цикла жизни одежды. И разрешите мне представить нас, прежде всего Александру, Александра Калошина, учредитель-создатель компании Radical Chic, учредитель дизайн-бюро, которое является одним из ведущих на сегодняшний день в текстильном дизайне, соль-студио, учредитель премии в текстильном дизайне международном и один, наверное, из самых авторитетных экспертов нашей модной индустрии. Меня зовут Анна Липсак-Клейманс, я генеральный директор компании Fashion Consulting Group, руководитель образовательного центра бизнес-образования фэшн-индустрии Выше школы экономики. У нас около 2000 выпускников, которые работают во всех компаниях. И в связи с этим, я думаю, что мы можем уже начать, так сказать, наш разговор. Нашу беседу. Прежде всего, наверное, я передам Александре слово, для того, чтобы она рассказала собственное понимание, в чем заключается суть идеи к ответственности, какое отношение к этому пониманию в ее компании. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, Анна, за такое представление. Прежде всего, я хотела сказать, что поскольку у нас с вами сегодня публичный разговор, то мы приглашаем всех к его прямому участию, то есть достаточно поднять руку, вот, им мы предоставим слово. Тема осознанного потребления для нашей компании, я представляю свою студию Textile Group, очень важна. И группа включает в себя три предприятия. Это студия текстильного дизайна, это собственный бренд Radical Chic и фабрика, которая занимается цифровой печатью на ткани. И вот, как ни странно, я бы хотела эту тему прежде всего осветить с точки зрения студии дизайна, казалось бы, совершенно не связанного с темой предприятия, но на самом деле, вы знаете, вот последние сезоны, мы в дизайне же достаточно больше смотрим вперед даже, чем производители одежды, мы вынуждены анализировать несколько сезонов вперед. Вот. И вся наша аналитика, она сводится только практически к одному. В рисунке ткани, в создании ткани идет глобальный тренд на передачу всего, что связано с экологией, натурой. Мы учимся рисовать мхи или шайники, мы учимся делать их красивыми, мы учимся показывать, какой может быть красивый, интересный, эффектный природа, перенесенная в текстильные ритмы. И это все отражает глобальные социальные явления разумного потребления. Бренд у нас тоже не остается в стороне. Мы ведем специальный проект, выпускаем такие небольшие, недорогие текстильные сумочки, которые призваны заменить пластиковые пакеты. Так что можно было ходить в магазин, достав собственную маленькую сумочку красивую, удачную. Вот. И фабрика цифровой печати – это вообще изменение всех технологий декорирования ткани. То есть это меньшее потребление воды, меньшее потребление энергии за счет абсолютно нового подхода по сравнению с традиционной печатью на ткани. Когда были матрицы, когда вбивалась краска в ткань, когда расход с этой краски был огромен, и нужно было промывать потом эти матрицы, и все это токсичные вещества, они уходили в воду, и нужны были отстойники и так далее. А вот представьте себе, у нас в фабрике нет отсчетных сооружений. А когда мы покупали свое оборудование, то в конечном этапе продавцы просто, значит, после всех конечных этапов брали с таракан воды и выпивали. Вот. Это вот наши новые современные технологии, рассчитанные как раз на sustainability. Я думаю, что компания Анны тоже сопричастна ко всем этим процессам. Ну, поскольку у нас консалтинговая компания, и мы занимаемся много работой с конкретными бизнесами, а также занимаемся процессом образования, во многом наша миссия заключается также и, скажем так, в информации, в образовании. И я хочу дать некоторые факты, которые, может быть, многие из вас знают, а может быть и не знают, почему именно модная индустрия считается, почему эта повестка крайне важна именно для модной индустрии. Это две стороны. С одной стороны, это одна из самых грязных, вредных и экологически агрессивных индустрий. Легкая промышленность, вторая в мире по уровню загрязнения природы после нефтегазового сектора. По выбросу парниковых газов доля легкой промышленности выше, чем, например, в авиации в судоходстве вместе взяты. Сточные воды, грязные воды, которые сбрасываются в мировой океан, 20% идет именно от модной индустрии. Например, то, о чем Саша сказал, то, чего они избегают. Ну вот, например, покраска текстиля признана вторым источником загрязнения воды в мире. Каждый год в мире производится, например, 2 миллиарда джинсов. На создание одного изделия, одной пары джинсов уходит до 7 тысяч литров воды. На футболку 2,7 тысяч литров. Это сколько нужно одному человеку на 3 года? Одна футболка. Три года без душа, без питьевой воды и так далее. Стоит оно того? Естественно, мы начинаем сегодня об этом задумываться. И на фоне следующих фактов. То есть, с одной стороны, это индустрия, которая наносит вред экологии, а с другой стороны, она еще является фактором, это индустрия самого большого бессмысленного перепроизводства. Следующие факты. В мире производится 150 миллиардов единиц одежды. Каждая из них, как минимум, футболка. Каждая из них, как минимум, 900 дней жизнеобеспечения водой. Каждая из 150 миллиардов единиц. При этом половина этих изделий уходит сразу в мусорный контейнер. Это остатки, это непроданные вещи. То есть, половина того, что сделано, это изначально зря потраченные ресурсы. И просто ресурсы, потраченные фактически на мусор. Следующий момент. На протяжении последних 15 лет как раз вот это шло ускорение индустрии, когда потребление, фактически короткий цикл жизни одежды, привело к тому, что люди стали потреблять в два раза больше тех самых единиц одежды, про которые я вам говорю. И, например, такой факт. В одном только Гонконге в минуту выбрасывается 1400 футболок. Каждую минуту. Каждую минуту образуется несколько контейнеров с мусором, только футболок. Это один вид только того, что выбрасывается. Европейцы не носят до 80% вещей, которые у них есть в гардеробе. И американцы выбрасывают 32 килограмма одежды среднеамериканская семья каждый год. С чем это связано? Это связано вот с этой культурой индустрии, которая навязывает гиперконсюмеризм. То есть у вот этой экоответственности модной индустрии, как я сказала, есть две стороны. Одна сторона непосредственно прямой эко, ну так сказать, вреда экологии, а вторая сторона — это гиперпотребление. И сама суть экоответственности, она делится как бы на три фактора. В чем заключается экоответственность? Первая часть — это условия труда, это жуткие условия труда, которые есть в фэшн-индустрии. И второй момент, о котором все слышали, и как бы он именно на слуху, это экология, которая связана с использованием ресурсов. А третий, еще более как бы значимый, это то, что связано с утилизацией того, что произведено, потому что племеры, то есть это то, что называется синтетические ткани, а у нас сейчас почти все ткани синтетические, они не распадаются. То есть мы создаем эти вещи, которые никто не знает, когда исчезнут, переработаются, распадутся на микроэлементы обратно и станут органической частью, потому что полимер распадается на микрополимеры, и даже при каждой стирке вода, когда вы стираете синтетические ткани, она является разносчиком вот этих микрополимеров. То есть это не просто только те горы мусора, которые образуются, это еще уже и та вода, которая даже прошла через стиральную машину, она тоже уже несет в себе эти полимеры. То есть мы, по сути дела, с огромной скоростью действительно рубим сук, на котором мы сидим, и тревогу об этом впервые забили в 70-е годы, потом первые инициативы во многом от дизайнеров, от отдельных компаний появились в 80-е, в 90-е только стали делать исследования, поняли масштабы этого бедствия, но действительно серьезные какие-то попытки сделать изменения, они стали уже происходить вот в наши, в нулевые, и по сути дела то, что сейчас будет происходить, это будет, ну скажем так, так случилось, что молодому поколению, так называемому поколению Y и особенно поколению Z придется с этим разбираться. Вот как бы так произошло, что это удар, который на свои плечи возьмут эти поколения. И то, что очень интересно, что есть вот, мы поговорим про разные стороны, но в чем специфика? В том, что во многом идеология поколения, она как бы стала другой. Во многом инициативы, которые толкают предприятия тратить деньги на эко-инициативу, это не только инициатива самих предприятий, а это именно, скажем так, то желание, которое уже идет вот от тех самых улиц, от реальных потребителей, которые ожидают более ответственного отношения к процессу производства от компании. Но тут тоже то, о чем вот мы обсуждали с Александрой, есть две стороны, потому что с одной стороны есть как бы вот это вот желание, а с другой стороны сейчас появилось огромное движение как эксплуатация этой темы, просто как некая маркетинговая акция, которая заигрывает с потребителем. Ну, то есть как бы компании делают вид, что они экологические, а на самом деле что за этим стоит, неизвестно. И фактически вот эта игра в экологию, она превратилась фактически в отдельный бизнес. Ну, на самом деле за этим стоят действительно, вот я хочу дополнить вас, стоят гигантские цифры. По мнению Boston Consulting, до 2030 года мировой оборот в этой сфере достигнет 12 триллионов долларов. А к 2050 году эта цифра составит, она пойдет по экспоненте, и составит 320 триллионов долларов. Речь идет, конечно, о всех видах, не только о фэшн, но о всех видах бизнеса, но эта сфера примерно отсюда составит порядка 7% по мнению тех же аналитиков Boston Consulting Group. То есть это гигантская машина, бизнес-машина, которая стоит за всем этим. И здесь уже действительно трудно будет, какая-то часть ее пойдет, большая часть, мы надеемся, пойдет в реальное осознанное потребление, в этичную моду, в экологичную моду, а какая-то часть будет просто использовать это в смысле маркетинга. Проблема настолько серьезная, настолько глубока, вот Анна сказала совершенно правильно, что она была затронута впервые еще в 70-е годы, но вот ее взлет произошел после обрушения Рана Плаза, то есть это была такая отправная точка, когда было создано гигантское количество появилось организаций, которые рассматривали эту проблему. И одна из них, вот об этом многие знают, это постоянный народный трибунал, который обратил, одним из первых обратил внимание на эту проблему. И вот я хотела два слова сказать, почему я говорю об этой организации, потому что она была создана в 67-м году для рассмотрения проблем, созданных вторжением Америки во Вьетнам, то есть рассмотрением проблем военного времени, ущерба войны. И в 12-м году состоялось заседание, в 13-м году состоялось заседание этой организации, где вопросы нанесения ущерба окружающей среде и, конечно, вопросы этичной моды рассматривались на уровне глобальных военных действий. И на сегодняшний день, действительно, я могу так сказать, что окончательного ответа с точки зрения индустрии, как решать эти вопросы, нет. Потому что, когда говорят про экоответственность, первое, что приходит в голову, это, ну, к чему люди как бы привыкли, это отказ от пластика. Это, наверное, самая очевидная, прямая, ну, как бы прямая инициатива, в которой каждый лично может принять участие. То, что ожидается от индустрии, то, во что с нами как бы играет индустрия. Когда я сказала, что играет, вот, например, экоответственные линии. Это обычно 2, там, 5% коллекции. Вот эти экоответственные линии, по большому счету, это просто, ну, такая пропагандистская упаковка бренда, который заявляет свой, ну, как бы заявляет о важности этой темы, но реально это ничего не меняет. Когда мы говорим о вторичной переработке, это одна из самых двусмысленных тем, потому что реально вторичная переработка может быть сделана в прямом смысле только с натуральными материалами. Это не более 1% от всего того, что собирается и уходит в переработку. Все остальное перерабатывается во многом с участием тех же самых химических технологий. То есть это просто людям дает возможность думать о себе лучше. То, что касается вот этой вот как бы эко-мехов. Эко-меха, который заменяет натуральные меха, это, наверное, вообще одна из самых циничных маркетинговых уловок, которые есть, потому что если натуральные меха, да, это жестокое обращение с животными, с этим невозможно поспорить, то искусственные меха – это очень жестокое отношение с природой, потому что это в чистом виде те самые племеры использования воды, с которым очень трудно поспорить. И, наверное, самым естественным является как раз попытки удлинить жизнь одежды. Вот, например, есть ряд инициатив. Может быть, Саша о чем-то расскажет. И потом я знаю, что у нас в аудитории есть представители компании Zero Waste Shop, есть Екатерина Егорова. Есть здесь Екатерина? Да, есть. Поднимайтесь к нам, Екатерина. И я вот вижу здесь представителей компании EcoRepublic, Наталью Дол. Да, можно тоже присоединяйтесь к нам. Так, а как присоединяйтесь? А вы, наверное, хотели рассказать про второе дыхание. Да, я сейчас пока к нам присоединяются наши коллеги, расскажу о тех инициативах, которые уже существуют в России. Так, спасибо. Спасибо, извините, не предусмотрели мы еще. Вот нам, наверное, сейчас помогут. Кубики. Это красиво. На самом деле в России появился ряд инициатив. Сейчас наши коллеги расскажут о них подробнее. А я для начала хотела рассказать о инициативе, которая существует уже много лет. Многие с ней уже наверняка сталкивались. Это компания второе дыхание Дарьи Алексеевой, которая занимается переработкой одежды. Причем компания имеет все степени, все собственные… У компании собственные производства, и она соединяет все стадии, которые возможны во вторичной переработке одежды. То есть у нее собственные сборные пункты. Это очень интересная технология с точки зрения бизнеса, потому что компания существует на все деньги. На свои деньги она до сегодняшнего момента не получала ни одного гранта. И просто на деньги у учредителей существует. Собранную одежду из своих первичных пунктов сбора нас сортируют. Лучшую одежду. Она продается в магазинах второе дыхание в Москве. Одежда, которая может еще долго служить, чистится, приводится в порядок и отправляется в регионы России. Там продается тоже. И вот на эти деньги от продажи в Москве и в регионах России как раз существует компания. И большая часть одежды, примерно 30%, раздается бесплатно. И та часть, которая не подлежит уже никакому использованию, утилизируется. И у компании собственные сборочные пункты утилизации. То есть там перманентно на таком пункте лежит около 80 тонн одежды в месяц. То есть представляете, такая глобальная цифра. Сейчас компания уже собирает не только одежду простых граждан, но к ней присоединились большие компании, как Levi's, Henders, Life Republic, Life Republic и IKEA. То есть она собирает уже не только одежду, но еще и постельное белье. Вот все, что связано с текстилем. И потом проходят вот такие процессы. То есть сначала вручную все это разбирается. То есть для тех, кто не знаком с принципами вторичной переработки, это значит нужно срезать все металлические части, отделить синтетику от натуральных тканей и искусственных тканей. То есть это должно такое очень серьезное материаловедение. пройти курс материаловедения должны эти сотрудники, которые занимаются этим. Потому что это практически вручную все делается. То есть это делится, представьте себе, на 22 фракции вручную. И потом уже идут процессы разволокнения тканей. И при этом разволокнение тоже непростая вещь. Сначала после сортировки объект проходит стирку, потом он режется, а потом уже заливается химикатами, и вот идет разволокнение. То есть это вот целые такие большие процессы. И потом уже из этого вторичного волокна оно идет в разные способы переработки. Когда-то это идет на измельчение, на грануляцию, потом на наполнители самого разного вида. И вот эти все процессы. И я, наверное, у нас 5-7 минут осталось. Я бы очень хотела, чтобы вы рассказали про те инициативы и те реальные действия, которые стали фактически частью вашей жизни. Да, здравствуйте, всем добрый вечер. Я начала заниматься эко-темой совсем недавно, не больше года. Создала свою коллекцию из тканей, которая сделана из пластиковых бутылок и из сетей, которые были выловлены в океане. Вот на мне сейчас, кстати, сети океанские. И постепенно мы просто перешли к тому, что начали копать глубже в этом мусоре, так скажем. И мы запустили движение совместно с университетом Плеханово. Мы создали группу студентов и хотим дальше развиваться в этом направлении, чтобы создавать уже межстуденческое среди всех университетов Москвы и России в будущем. Потому что очень мало кто знает, что такое вообще sustainability. На самом деле там 17 принципов. И просто вам для примера. Climate warming, глобальное потепление, это одна из целей, одна из задач, которая должна быть решена. И как раз наше движение будет заниматься всеми этими остальными 17 принципами. Но два основных, две основные цели, которые мы сейчас преследуем, это благоустройство городов как раз вот с устойчивым развитием, это в коллекциях помогать дизайнерам, чтобы это было осознанное производство и осознанное потребление дальше. Вот. Так что если кто хочет присоединиться к нам, к нашему движению, мы называемся o.o.ecorepublic в инстаграме, присоединяйтесь. Мы говорим про бренды, мы приглашаем эко-бренды к нам в команду. Кстати, могу сделать такое объявление, если кто-то занимается эко-модой, мы сейчас собираем дизайнеров и везем их в Берлин. В конце января, 20 января будет проходить выставка премьер. И мы приглашаем наших российских дизайнеров поучаствовать в этой выставке, и мы в этом помогаем. Как раз те самые ребята, которые занимаются эко. Уважаемые гости. Наташа, большое спасибо. И я бы хотела, чтобы Екатерина Егорова тоже рассказала про те инициативы, которыми она живет. То есть это люди, которые делают реальные вещи. Да, спасибо. Меня зовут Екатерина Егорова. Я партнер Zero Waste Shop. Не очень близко к теме sustainable fashion, но тем не менее напрямую связана с трендом на ответственное потребление, на право уменьшения отходов. У нас первый магазин в Москве, который открылся, где мы продаем товары без упаковки. Те товары, которые заменяют одноразовые предметы. Многоразовые трубочки, многоразовые бахилы, вот эти все мешочки, с которыми можно ходить в магазин по несколько раз. И таким образом отказываться от лишнего мусора в своей жизни. И если вкратце говорить, что у нас наш бизнес построен на концепции ноль отходов, Zero Waste Home, в котором есть такие основные принципы. Принцип refuse основной, самое главное, отказаться от лишнего и понять, что тебе это не нужно. Принцип reduce – это уменьшить то, что у тебя есть. Это тоже касается моды в том числе. Посмотрите, сколько у вас дома одежды и подумайте, нужна ли она вам вся. Принцип reuse – это как раз повторное использование. Это сейчас очень активно… Видно этот тренд, что он активно развивается, потому что этот рынок именно reuse одежды, он растет гораздо больше, чем традиционные моды. Это вот в том числе Даша Алексеева говорит об этом тоже неоднократно на своих лекциях. Принцип recycle – он идет только четвертым. По счету – это переработка. И неспроста идет четвертым, потому что, во-первых, далеко не все можно переработать. Какие-то вещи можно переработать один-два раза. Если говорить про переработку текстиля, то сейчас переработка очень часто упирается в потолок, когда волокно дробится, и потом оно теряется в качестве. И, возможно, химическая переработка в ближайшем времени, уже я видела, появляются новые инициативы. На Западе есть какие-то стартапы. Но, тем не менее, это ресурсы, которые нужно использовать. И переработка стоит только на четвертом месте. И последнее в концепции ноль отходов – это рот, это компостирование, это отходится к пищевым отходам. Но, тем не менее, все вот эти принципы, которые идут по очереди. Значит, первое, что самое главное, нужно переосмыслить, что мы потребляем, уменьшить то, что у нас есть, использовать повторно то, что есть, и потом переработают то, что нет. У нас очень много всяких инициатив. Мы работаем тоже из фэшн-индустрии и на всяких различных мероприятиях. Мы видим, что тренд растет. Есть исследование, сколько его прекрасное. Оно касается не только нашей области, но и в целом тренда на ответственное употребление. И, возможно, вам тоже это будет интересно знать, что мировой показатель – это где-то 67% потребителей готовы платить больше брендам за продукцию брендов, которые ответственно подходят к выпуску продукции, вообще в целом к своим сотрудникам. То есть они ответственно ведут бизнес. Поэтому этот тренд растет. И это не мода, которая пройдет там завтра-послезавтра. Это просто новая действительность, с которой нужно понять, если ты быстро поймешь, то будешь первым. Ну, собственно, наш регламент завершен на очень позитивной ноте. И, наверное, можно обобщить, что будущее sustainable fashion именно в осознанном потреблении, потому что индустрия заинтересована всегда производить больше. И только потребители… То есть, в принципе, вот это вот движение индустрии сверху, чтобы она затрачивала на это усилие, просто нуждается в требовании об этом усилии со стороны потребителей. И усилие должно прийти не только со стороны потребителя, а со стороны предприятия. Мы это движение сейчас видим. И вот этот принцип sustainable для акционеров предприятия, владельцев предприятия – это понять, что sustainable – это не затраты, это вложение и в будущем источник дохода. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...